Нередко складывается впечатление, что Африка раскрывает исследователю одну из своих загадок лишь для того, чтобы столкнуть его с еще более глубокой тайной. Если вы, как и я, родились в Африке, то вам должно быть знакомо это чувство. Впервые с останками первобытного человека я столкнулся в ранней юности. Мой отец работал тогда редактором, выходивший в Кимберли газеты, и мы жили в поселке, расположенном на окраине города Алмазов. На фотографии Кимберли, кимберлитовая трубка ЮАР. По субботам все жители Кимберли устремлялись к этому оазису, чтобы провести время за чашкой чая на берегу красивого пруда. Д. Бирс, компания по добыче алмазов, держала там гостиницу, которая была ей в убыток, но служила отдушиной для жителей города. Не будь этой гостиницы, люди в Кимберли могли бы потерять рассудок от духоты и пыли. Мне вспоминается поездка на стареньком Ланчестере на одну ферму, где на гладко отполированных ледниками скалах я видел изображение носорогов и слонов, высеченное первобытными художниками. Тогда я, кажется, подумал только о том, что сам смог бы сделать более вразумительные зарисовки в своем школьном альбоме. В районе Кимберли сохранились еще настоящие бушмены, хотя они и не занимаются больше охотой. Некоторые даже стали работать на алмазных рудниках. Когда я был совсем маленьким, меня возили по рудничным компаундам, и я научился узнавать бушменов по их морщинистым лицам и пучкам курчавых волос на голове. Там же я встречал людей из племени Корана, чистокровных готтентотов, теперь почти вымерших. Эти высокие, сильные и добродушные люди, страстно влюбленные в танцы, гибли постепенно от вина. Много лет спустя я снова прошелся по компаундам алмазных рудников и понял, что история некоторых народов Африки представляет собой чистые страницы в истории человечества. О происхождении многих из них ничего не известно. Их считают дикарями, однако они обладают такими качествами, которым могут позавидовать и цивилизованные народы. Нам часто приходится слышать о тайнах Востока. Но, на мой взгляд, ничто не может сравниться с загадками Африки, где еще кроме Африки вы найдете на одном конце сфинкса, на другом – Зимбабве и тысячи всяких тайн по всему континенту. Индия славится своими замечательными фактирами. Но в Египте я встречал магов намного более искусных, чем их индийские собратья. Если вас интересуют заклинатели змей, скажу, что в Каире вы найдете более способных заклинателей, чем в Мадрасе и Калькутте на фотографии заклинателей змей в Индии. Полковник Р.Г. Эллиот, служивший хирургом в Индии, занимался исследованием различных видов магии в Африке и в Индии. Он состоял членом общества магии в Лондоне и сам был отменным факиром. Как-то в конце своей карьеры он заявил, что ему приходилось наблюдать множество фокусов, которые противоречили сложившимся у него взглядам, но что ни в одном из них законы природы не нарушались по прихоти бродячего исполнителя. Наиболее сенсационное представление, добавил Эллиот, показывали арабы, выходцы из Африки. Некоторые из них насквозь прокалывали себе шею около позвоночника, не повреждая при этом ни кровеносных сосудов, ни нервов. И в этом не было никакого обмана. На фотографии 19 век или это европапуасы 21 века? Эллиот делал рентгеновские снимки, которые показывали, что круглая рапира действительно проходила рядом с позвоночником. Кроме того, втыкали острые кинжалы себе в голову. Это была не магия. И мне пришлось пересмотреть свои представления о человеческих возможностях, заключил Эллиот. Человек везде остается человеком. Мой каирский гид уверял меня, что так называемый индийский фокус с веревкой часто показывали в Египте. Но теперь, кажется, такие фокусники вымерли. Египет – родина магии. О заклинателях змей упоминается в Священном Писании. Монах Клеменс, который жил у подножия горы Синай, описал фокус с плодом манго, исполняющийся чародеем еще во времена апостолов. Ибн Батута, впервые описавший фокус с веревкой, был родом из Африки. Абу Абдаллах Ибн Батута, самый известный из арабских путешественников, в XIV веке он объехал и исследовал почти все страны Азии и Северной Африки, пересек Сахару, подробно описал города и страны, представил сведения о полезных ископаемых. Этот властелин из Танжера совершил в начале XIV века большое путешествие, добравшись до Китая. И он утверждает, что именно там, а не в Индии, он видел этот фокус, который превратился в неумирающую легенду, легенду, в которую каждому хотелось бы верить. Современные историки считают, что рассказы Ибн Батуты глубокие и достоверные. Интересно, что Батута приводит многие подробности, о которых мы слышим и теперь. Веревка разматывается сама по себе и поднимается вверх. По ней лезет мальчик, которого преследует волшебник. На землю падают отдельные части тела мальчика. «Я был поражен до такой степени, что у меня началось сильное сердцебиение», писал Ибн Батута. «Мне дали что-то выпить, и я пришел в себя». Затем Батута услышал, как кто-то из зрителей произнес, «Бог ты мой, ведь никто не взбирался и не спускался по веревке и не разрезал мальчика на части. Это всего-навсего фокус». Таким образом, этот оригинальный текст наводит на мысль о гипнозе. Такого мнения придерживаются многие исследователи. Другие же предполагают, что во время некоторых представлений используют жаровню, куда подкладывается какое-то зелье. Эллиот вообще в это не верит. «Не вижу оснований предполагать, что этот фокус с веревкой пробовали когда-нибудь исполнять серьезно», заявил он. «На распространенных фотографиях индийского фокуса с веревкой в действительности изображен хорошо известный акробатический трюк. Мужчина там держит тяжелый бамбуковый шест и на верхнем его конце балансирует мальчик. Обратите внимание на кольцевые утолщения на бамбуковом шесте, когда вам еще раз покажут эту фотографию». Говорят, что королева Виктория предлагала 2000 фунтов стерлингов тому, кто покажет фокус с веревкой. Английский иллюзионист Джон Маскелин увеличил награду до 5000, а лорд Лонсдейл до 10. Но попытки вице-королей, принцев и прочих влиятельных особ отыскать какого-нибудь исполнителя фокуса с веревкой не увенчались успехом. Так что в наши дни факты опровергают фокус с веревкой. И тем не менее, Ибн Батута, этот заслуживающий доверие старец из Африки, видел этот фокус. Я не верю, что все это выдумка. История, которую он сам сочинил, чтобы приукрасить свое повествование, не такой он человек. Здесь должна быть крупинка правды. Ибн Батуту заставили что-то увидеть. И по прошествии шести веков мы все еще стараемся представить, что же в действительности увидел Батута и как проделан этот фокус. И теперь мне хотелось бы заявить следующее. Этот фокус исполнялся во многих странах и он с таким же правом может быть назван африканским, как и индийский. В официальных протоколах Танганьике есть ключ к разгадке этого удивительного фокуса. Как-то к одному чиновнику из окружного управления пришли расстроенные африканцы. Их племя постигло большое несчастье. По повелению колдуна был повален священный Баобаб. И если он не поднимется, все племя погибнет. Когда чиновник приехал на место происшествия, он увидел старейшин племени горестно сидящих вокруг целого и невредимого Баобаба. Они были уверены, что дерево повалилось и никакие уговоры не могли их в этом разубить. Тогда чиновник поговорил с глазу на глаз с колдуном, угрожая повесить его на этом самом Баобабе, если тот его не поднимет. После долгих уговоров колдун согласился. Был разложен костер и в жертву принесли козла. С криками изумления и радости старики наблюдали, как упавшее дерево вновь занимает прежнее положение. Это был явный случай массового гипноза, захватившего всех присутствующих за исключением чиновника. Как я уже говорил, случай этот зафиксирован в официальном протоколе. Человеку, способному совершить подобную вещь, ничего не стоит убедить немногих доверчивых зрителей в том, что они действительно видели фокус с веревкой. Я люблю тайну, но она не дает мне покоя до тех пор, пока я не докопаюсь до ее основ и не найду какого-нибудь правдоподобного объяснения. По-видимому, не все к этому так относятся. Многим нравится сверхъестественно. И они хотят, чтобы тайна оставалась тайной. Это вполне разумно. Когда речь идет о произведении искусства, например, о загадочной улыбке, Монне Лизе. Один французский художник как-то заметил. Когда вы даете определение или объяснение картины, вы подменяете действительность словами. И тайна ускользает от вас. Чтобы тайна сохраняла свою силу, ее нужно уважать. 1961 год. Это отрывки из книги «Последние тайны Старой Африки». Автор Лоуренс Грин. И ссылка на айс-тотен. А это обложка книги. На русском языке книга издана в 1966 году. Все фотографии для темы подобраны мной по смыслу и взяты из сети. Читайте книги. С ними интереснее жить, но все же будьте осторожны. Все, кто читал книги, впоследствии умерли. На этом все. Всего хорошего. Юрий Шатохин. Канал Веб-Рассказ. Новосибирск. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова